АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Что изменилось, что вам дал лейбл, что осталось прежним? Так вот, прежним осталось то, что работу никто не отменял, нужно работать, нужно делать музыку, нужно стараться эту музыку довести до как можно большего количества людей. При всём при этом лейбл выполняет в этом роль подспорья напарника, друга, товарища, брата, бизнес-партнёра и так далее. Скажем так, он даёт нам возможность ступеньку, опору преодолеть возможные пути, даёт возможность донести музыку до как можно большого количества людей. И, собственно говоря, вот так. На самом деле, всё дело в том, что лейбл – это такая вещь, которая, ну, большинство музыкантов считают, что если мы закачали контракт, то всё, они крутые, они там сразу-сразу-сразу в контракте есть. Да, у них будет пыльчат денег, да, тёлок и прочей фигни. Это всё неправда, и если вы подписываете контракт, вам нужно вкалывать в два раза больше. Дальше не подписываться. Нет, это нормальная тема, но просто нужно отдавать себе чё, что трудиться придётся в два раза сильнее, потому что, ну, как бы, если ты локальная команда, то на локальной твоей сцене тебе немного проще выбиться в какие-то более-менее круги, где тебя будут знать, вот. И, а если ты уже подписываешь лейбл, который рассчитан на то, что ты будешь покрывать Европу, Австралию, Штаты и так далее, то тебе нужно намного больше вкладывать сил в промо, там, сил денег, то есть именно у тебя уже нет права на ошибку просто. То есть нельзя делать некачественные материалы, там, некачественные фотосеты и так далее. Вот, поэтому это очень, так, даёт нехилый стимул, чтобы развиваться и продлиться дальше. Ну что ж, хотите на лейбл, будьте готовы работать как мило в два-три раза больше. Ну что ж, переходит новый материал. Вы уже не раз указывали в своих обращениях, что новый материал будет отличаться от того, что вы делали раньше. Хотелось бы узнать, конечно же, некоторые эксклюзивные мелочи и также узнать, чем вы вдохновлялись при написании нового материала. Ну, при написании нового материала мы стали относиться к тому, что пишем гораздо критичнее, музыка будет гораздо интереснее, мелодичнее. По поводу того, чем вдохновлялись, ну, лично я вдохновляюсь абсолютно всей музыкой, которую я слушал за всё время. То есть каждая группа влияет абсолютно. Даже та музыка, которую я там слушал в детстве, определённое влияние оказывает. Вот. Ну, собственно, вот так вот. Ну, даже любые. От тебя я могу добавить только то, что, ну, многие музыканты думают, если думают, что они там написали какой-то материал, они, ну, некоторые начинают там совершенно кардинально менять, и некоторые продолжают творить там на своё русло. Мы считаем, что бы вы вот написали альбом The Rope, и какой смысл писать ещё такой The Rope, который бы вы написали? То есть мы хотим попробовать что-то новое, то, что мы ещё не делали, и что-то такое, что будет более взрослым и более мелодичным. То есть нам, если чек, нам надоело играть в ложные нули, поэтому нужно экспериментировать, экспериментировать, может быть, что-то хорошее здесь будет получиться. Ну что, ждём, что ещё добавить? Ну, переходим, грубо говоря, к такой закулисной части. Хотелось бы узнать ваше музыкальное предпочтение. Ну, к примеру, я всегда просто люблю очень хорошую и качественную музыку, независимо от её стиля. Ну, Катипери тоже качественная музыка. Я люблю Катипери, честно. Ехал сюда слушать. Много любил песен. Они все хорошие. Такой типовый не может быть, может? Ну, это мне с тобой все равно учиться. Как тебе живет? Чего? Тоже нормально. А бутырка? Бутырка, нет? Лисопол! Очень, очень, очень. Я, ну, так, из таких топовых команд могу назвать вот Parkway Drive, Sikler Guns, Bulletin Valentine. Ну, как бы, конечно, конечно. Вот Tempor Tempor последних, да. Да. Просто да. Просто да. Ну, и, вот, собственно, и все. Ну, вам что, дорогие, что ничего не слушают? Да, в принципе, главное, ну, ты можешь придерживаться, там, того стиля, который ты играешь, в большинстве своих фишек. Но никогда нельзя отказывать себе в других стилях. То есть даже просто пускай музыка играет, там, блюз, джаз, банальная попса по радио. Кази Перри. Перри, ну, это не банальная попса по радио. Ну, прости, прости за дело. Вот. То есть, ну, надо хотя бы минимально развивать себя, ну, приучать просто лучше другую музыку. Да. Потому что это, может быть, просто помочь просто в дальнейшем. Вот. При написании банально нового сериала. Ты, там, не услышал, слушал какой-нибудь трек, там, плюзовый, там, две-три ноты услышал, тебе понравилось, и они тебе через полгода аукнутся, и ты их, ну, Ну, говорят, сыграешь по-другому, и они в своем материале будут звучать вот так. И получится не нулить. Да. Главное, чтобы получились не нулить. Ну, от себя, могу сказать, я слушаю 50-х книг еще просто музыки. Вообще очень много, особенно в какой-то underground направлении. Главяш просто против последнего, что я слушал вот такой вот, какой-то пар, ну, который имеет фильм в плейерах. Группа Underworld. Два первых ребёнка, это просто объединенные альбомы. Одни из лучших, ну, просто чуваков в пост-харткоре, в таком нормальном пост-харткоре. Ну, конечно, там, то, что ты изгодил группы Sticker Guns, весь этот хардкор, что сейчас модно на том что-то заслушают. Вот. Ну, наверное, да. Все из последнего, что я слышал, только больше ничего и нет. А, нет. А, вот еще последний альбом August Burns Red был просто. Да-да-да. Ну, для меня, наверное, всегда будут поставаться одним из любимых Fargo Drive и August Burns Red. Вот. Также из новых групп, мне очень нравятся такие группы, как Climates. Ну, что ж, продолжим копаться в вашей личной жизни. И чем вы занимаетесь свободно от музыки и работы времени? Ну, мы вот с этим прекрасным другом. Последнее время любим пошлифовать со светофора. Вздёрли со светофором. Со шлифами. Понимаешь, вот как делают наклейки вот эти стритрейсинг из Not a Crime. Это про эти ребята. Решили попробовать вот в этой жизни нечто новое на древних картеах. Я вот думаю, скоро на оси подсвечу, подкачаться там. То есть на форсаж. Да. Мы устроим белорусский форсаж. Седьмой. Так что смотрите на ПТ. Да. Через пару лет. Не переключайтесь. И на бусер. Премьера. Первый трейлер. Первый трейлер. В Диаут, например, люблю на сноуборде покататься с Димой. Вот сижу, сейчас жду Зиму. Ничего не делаю. А я в компьютерной игре Диаут. А я, не знаю, там сериалы сняли в Диаут. Ну так же, как и все. Потому что заниматься чем-то серьезно, когда у тебя там учеба, какая-то работа. И ты серьезно занимаешься музыкой, чем-то третьим звездами. Серьезно. Вот. Поэтому я думаю, что здесь у всех похожее время творения. Вот. Мне не нравится их на пути. Да. Что ж, время подходит к концу. И наш заключительный вопрос. Ваш пожелание Беларусской Underground сцене? Ну, тут скорее пожелания и советы, с самого рода, нужно адресовать слушателям. Потому что между понятием сцена и слушателя и зрителя можно провести знак равно. Пожелание прежде всего в том, чтобы люди приходили на концерты, поддерживали любимых музыкантов, поддерживали их не только на концертах, но и в сети, в социальных сетях, везде в интернете, на всех ресурсах. Рассказывали о музыке своим друзьям, опять-таки рассказывали о концертах, приводили новых людей на концерты. Стараясь по возможности поддерживать музыкантов, разверяем их, покупая, если есть деньги, верючь, потому что музыкантам тоже нужно продолжать свои деятельности, что-то делать и так далее, кушать и тому подобное. В общем, вот так, все зависит от служителей, если их не будет, то не будет, мы находимся. Ну, на самом деле, что касается групп, тут банально просто говорить о том, что нужно идти дальше развиваться. Это уже говорили кучу раз, как-то все это понимают и все это, собственно, и делают. Ну, гитаристом могу пожелать почаще заниматься и стараться импровизировать в абсолютно разных стилях. И дилей вот такой. Да, дилей вот такой вот купить и играть пост-рок, как я, и это очень помогает, то есть я, когда пишу тяжелую музыку, я могу часами играть просто какой-нибудь совершенно другую музыку. Потом идти шпать, третий на репетиции и говори, что... И мне при написании материала, при написании материала это очень помогает, то есть какие-то мелодичные такие вещи писать. Вот, ну а слушателям побольше активности, потому что музыкантов очень всех вдохновляет, когда им что-то пишут, вот, там, у меня, ну, какие-то положительные отзывы. Поэтому, если вам нравится, чаще пишите музыкантам об этом, потому что, ну, это мотивирует очень заниматься дальше этим, вот. Ну что ж, на этом все. Это был первый, надеюсь, не последний выпуск автобусных интервью. С вами были Андрей Гейл и Игорь. Подписывайтесь в Белорашн Андеграунд Стэн, Андрей Гейл, ссылки внизу. Ставим лоис и шерим с друзьями. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok